Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. Сегодня мы поговорим с вами об отбеливании зубов. Когда я сняла видео об уходе за своими зубами, ни один, ни два, ни три человека спросили меня о том, как же их отбелить и мой опыт отбеливания, так как я зубы отбеливала. Сразу скажу, в домашних условиях я зубы не отбеливала. Я их только чистила от камня, допустим, и какого-то налета, который просто щеткой и пастой не чистится. И для этого я применяла либо зубной порошок, либо соду, либо активированный уголь. И хорошо все очищается. Ну и щеточка, которая такая прям дребезжит. Вот. Что касается отбеливания, я отбеливала однажды такой техникой, как зум. Это было, сейчас скажу, ну лет 5, наверное, назад. Стоило это 10 тысяч. Процедура такая довольно болезненная, но не очень все можно вытерпеть. Есть и более болезненные процедуры. Которые превращают вас в красавицу. В принципе, эффект был с одного раза. То есть процедура делалась в течение часа. Наносился гель, ставились лампы. И там по 20 минут, по-моему, нужно было держать этот гель. То есть сначала раз отбеливается, потом два, три. И все замечательно, да, отбеливается очень хорошо. Но при этом, насколько я помню, по-моему, оно как бы возвращалось. Все равно чуть-чуть оно потом возвращалось. Не совсем уж так, как было, да. Но возвращалось немножко к первоначальному вашему цвету. Плюс камни и чистка обязательно. Все равно все это наседало, нападало на наши зубки. За ними тоже нужно было смотреть, как вот я, в принципе, описывала в своем уходе. Потом я попала в клинику Колесниченко. Это находится на Китай-городе, в Москве. Мне очень понравилось. У меня подружка там делала лазерное отбеливание. Это уже было через какое-то время. И после лазерного отбеливания она мне сказала, что, в принципе, у них есть такое еще домашнее отбеливание. Но то, что вы не делаете химическим составом сами, да. Я тогда делала себе Invisalign. Такие капы, если кому-то будет интересно, я тоже расскажу про эти капы. И выравнивала себе прикус этими прозрачными капами. И как раз-таки у меня были эти капы. И заодно мне хотелось отбелить зубы. И она мне дала там в таких шприцах, у них находится голубая жидкость. Она говорит, что это одинаково. То есть эффекты одинаковые, что лазерное отбеливание, что вот этот вот состав, да. То есть как бы там одно и то же. Просто там лазер применяется, а здесь нужно подольше. Там на протяжении двух недель, каждый вечер. Носить. Носить капу вот с этим составом, да. И тоже отбеливается и отбеливается. Мне эта техника очень понравилась. Я купила себе тогда два или три шприца с этой жидкостью. И вот пока я носила Invisalign, по-моему, утром и вечером. Или только вечером, точно уже не помню, было давно это. Я носила эту капу. И поддерживала тем самым отбеливание этих зубов. Сейчас, в принципе, меня все устраивает. Может быть, я немножечко отбелила бы зубки некоторые. Но сейчас меня все устраивает. И достаточно, в принципе, почистить просто мне содой или активированным углем зубы. И все нормально. То есть меня все устраивает. Вот такое было у меня отбеливание. Больше ничего я не пробовала. То есть вот эти вот шприцы, больше я их нигде не встречала в других стоматологиях. Поэтому, если интересно, то это вот Колесниченко. Причем она из Колесниченко... У них две клиники сейчас. Вот на Китай-городе это сама первая была. Она там самый главный врач. И в ее честь как бы названа эта клиника. Женщина Колесниченко. Есть еще Колесниченко, но, по-моему, там мужчина. Это не то. Я про это не знаю. Если нужно, я то... Может быть, ссылочку даже оставлю, где это я была. И шприцы это недорогие были. Тогда давно они еще стоили тысячу рублей один шприц. Ну, думаю, сейчас, наверное, тысячи две, может быть, стоит один шприц. Может быть, подорожало в два раза где-то, да. И кто не делает инвизи-лайн, они делают отдельно капы. То есть к этому, да. И все, и вы дома отбеливаете. Так что, кто хочет, вот такой момент я могу порекомендовать. Мне это как бы понравилось, да. Что касается других отбеливательных средств, которые продаются, там 3D-Wide и так далее. Я это не пробовала, ничего про это сказать не могу. Ну, и первое, что я попробовала, это зум. Конечно, после зума зубки немножечко чувствительные стали. К горячим. И к этому... Ну, первое время только. Сейчас у меня все нормально. Сейчас нет никакой чувствительности и нет никаких проблем вообще с этим. Вот. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...